И снова здравствуйте. Многие знают про роскошные приемники Flysky A6B. Стоят недорого, дальность до километра, просто пушка. Единственный косяк для РССА их надо шить программатором и это геморрой. Однако на Алихе есть приемник дешевле, это ФЛИ-14, у которого две антенны, есть встроенный РССА и сам приемник легкий. По своим характеристикам он полностью совместим с нашей конфигурацией. Протокол передатчика АФКДС-2, Айбас, собственно РССА на АОКСИ-10 в бетафлайте, питание 5 вольт. Берем паяльник в руки и погнали ставить. Благодаря удачной компоновке все полностью разбирать не надо. Ставим камеру ровно, снимаем верхнюю крышку и сразу добираемся до приемника. Болтики складываем в коробочку, чтобы не протерять. Вынимаем из приемника Айбас, вынимаем приемник. Хвост для приемника впаян в полетник, минус отмечен стрелочкой на разъеме. Распаковываем новый приемничек, видим что разъем предполагается вставлять в пины, впаянный в полетник. У нас этого нету. Режем примерно напополам и скручиваем жилы нашего хвостика. Получается что-то вроде витой пары. Лудим проводки, надеваем термоусадку, лудим наш трехпиновый разъем, из которого по концовке получится типа вилка, для розетки, которая на хвосте, который торчит из полетника. Отмечаем маркером минусовой пин. На каждый проводок цепляем мелкие термоусадки и поочередно припаиваем к разъему. Не все согласятся с наличием в конструкции разъемов, из-за их ненадежности. Однако, это даст нам возможность менять приемники в поле за пять минут. Для чего, чтобы была возможность тестить на дальность. На нашу типа как витую пару, цепляем термоусадку, термоусаживаем феном. Антенна у этого приемника немного короче, на лучах их не закрепить. Интересно, как это влияет на дальность, потому что они короткие. Приемник заворачиваем в термоусадку. Антенны предыдущего приемника крепились у нас к лучам. Здесь же мы поступим по-иному, будут тупо торчать. А сам приемник пристегнем к крышке. Чтобы пульт увидел приемник, его надо забиндить. Биндить приемник, это проще паренной репы. Зажимаем кнопку на приемнике, подтыкаем окон. Лампочка приемника должна начать быстро моргать. На выключенном пульте зажимаем кнопку бинд и включаем. Пробегает RX биндинг, потом окей, лампочка приемника перестает мигать и просто горит. Проверяем. Для этого выключаем и включаем. Все окей. В бетафлайте в конфигурации отключаем аналоговый RSSi вход. Он нам не нужен. Приемники проверяем, что он на нужном нам канале. Включаем пульт. В нашем случае AUX 10 уходит в максимум. Выключаем. Газ уходит 885. Ну так и должно быть. В RSSi выбираем наш AUX. Жмем сохранить. В USD отмечаем галочкой соответствующий пункт. И ставим вот этот вот ярлычок туда, где вам удобно с RSSi. Я решил закрепить приемник на верхней крышке. А чтобы не отломать SMD компоненты на плате, завернул в уплотнитель для окон. Штука очень полезная. Антенны, кстати, торчат из прорези крышки почти под 90 градусов. Штука как и должно быть. Болтики. Их шесть. Заворачиваем к крышке. Можно использовать фиксатор резьбы. Затягиваем без фанатизма. Когда я прицепил аккумулятор, я забыл про недавно установленную экшн камеру. И вызванное этим смещение центром массы. Поэтому я передвинул аккумулятор немного вперед. Сразу к тестам. На дальность. Тут я должен признаться, что установил читерскую антенну от бустера. Которая на 2 ватта. И это, конечно же, должно было улучшить характеристики пульта управления. Бустер не подключен. Лежит рядом. Попробуем аккуратно нарезать круги. Отлетая все дальше и дальше. Вот я отлетал на 160 метров. Так вроде хорошо. Попробуем отлететь чуть еще дальше. В районе 200 метров. Смотрим, что будет происходить. Клац. Рекс Лост. За ним фейл сейф. Расстояние было около 200 метров. Ну, высота там метров 40-50. Но Результат-то все равно какой-то странный получается. Не должно такого быть. Я ожидал Ну, метров 800. Как у флайскаевского приемника. Ну, ладно. Хорошо. Вернулись. Вернулись в смысле управления. Летим Ну, в другую сторону. Может быть глюк какой-то. Может там бермудский треугольник. Вот у нас уже 200 метров от точки взлета. Батарейка, кстати, начинает садиться. Пробуем разворачиваться. 350 метров. Хотел отлетать дальше. Как вдруг. И я вот так и не смог объяснить. Какого хрена не сработал фейл сейф. Рык слост был. Все было понятно. Что произошло. Может быть вы, уважаемые зрители, как-то в комментах напишите. А может быть фли-14 так и должно быть. День 2. Батарейки в коптере заряжены. Облаков нет. Летают птички. Настроение ободряющее. Путь модифицированный. Одна из антенн заменена на униж. Через СМА разъем. Антенны на приемнике родные. Торчат вверх под 90 градусов. Что тут может пойти не так, непонятно. Методика тестирования та же самая. Отлетаем подальше до потери связи. Фиксируем результат. Что я не могу понять при потере связи, которые мы наблюдали, так это высокий уровень RSSI. В районе 45%. Как так? Вот сейчас смотрите. Расстояние будет 250 метров. Уровень 44%. И что у нас будет? Включился возврат. Ну откуда вообще RSSI? Ну хорошо, ладно. Возврат работает. Я уже начинаю грешить на коротенькие антенки у этого приемника. В общем, перехватываем управление. Летим в другую сторону. Где флайскаевский IA-6B ловил свободно на 700 метрах. Пульт вообще я модифицировал для съемки ролика про бустер. На 2 ватта который. И про полеты на 3 километра. Если выйти краса из-за пульта. То нужно наверное обычный стандартный пульт. Чтоб была какая-то ясность. Пульт виноват или приемник. Ну пока так. Давайте посмотрим на каком расстоянии мы потеряем связь. Возврат не сработал. Расстояние 330 метров. RSSI 32. Камера отлетела куда-то нахер далеко. Блин. Тут я сначала хотел сказать. Что какой-то неоднозначный у нас результат. И было бы неплохо второй пульт. И может антенны удлинить у приемника. И бла бла бла. И завершить ролик. Но я не смог оставить ситуацию как есть. И решил заменить 2 коротких огрызка. На 2 антенны от ФС АЕ-6Б. Чего я так зацепился за этот пластиковский приемник. Вот отрывок из ролика. Как не потерять квад. Там 2 антенны к лучам примотаны. Ну и приемник. Знаете какой. Просто смотрите. Отвалился лишь на километре. На усилот какой. Так как он отваливается там на километре. И у него длинные антенны. То это наверно из-за того что они длинные. Если их прихреначить к нашему ФЛИ-14 плюс. То он тоже станет отваливаться на километре. Жало потоньше. Так как аксиальный кабель тонкий. Длина от разъема до начала антенны около 12 сантиметров. У коротких антенн 4 сантиметра. Что не противоречит теории о всяких там дипольных излучателях. То что я откусил разъемы несомненно плохо. И может ухудшить характеристики антенны на 3-5 процентов. Фигня. Запаиваем в общем все как положено. Выглядит крайне сносно. Стильно. Остается смыть флюс. И нанести лак. Разбодяженный ацетоном. Одеваем термоусадку. И вуаля готово. Втыкаем еще хвостик от полетника. Не путая какой стороной. Чтобы разъем не выпал мажем немного термоклея. Антенны крепим на стяжках под углом 90 градусов. Все. Теперь все как в богатых домах Лондона. Очень кратко про индикатор поля. Проверить передатчики в обоих пультах надо. Схемы простых индикаторов полей из всяких интернетов. Предполагают наличие свечей диода. А я его не нашел. Зато нашел какой-то модуль от Ардуины. Приемник на 315 или 407 мГц. Там у микрухи есть выход усредненного значения сигнала антенны. В моем случае антенна это кусок провода 4 см. Как мы видим прислоняя к антеннам пульта индикатор. Последний ни хрена не показывает. Так как пульт выключен. Однако если включить пульт. То прислоняя к антеннам показываются значения. Причем в местах где конкретно антенны расположены. Ну то есть работает. Таким макаром я проверил оба пульта. И кстати бустер двухватный он не работал. Но суть не в этом. Важно что пульты наши исправны. Друзья это важно. По поводу пульта. Тут две антенны. Одна идет вот в этой вот ручке. Получается ось оттуда туда. Другая идет вот так. Смотрит по направлению движения коптера. Смысл в том что которая в ручке излучает в форме публика. И получается волны идут вот так вот. Диаграмма направленности самое то. А это излучает вбок. То есть если вот так вот нарисовать. Вот в разрезе вот такой вот публик. То есть вот там вот ни хрена нет. И поэтому если вы рассчитываете что вы поставили усилитель. А квад улетел на километр. То вот эта антенна его так не поймает. Как это можно исправить? Повернуть публик. То есть сделать вот так. Проверяем. Вот еще что важно. Вот эти вот антенны. Вот то что на конце хвост и металлический стакан. Это так называемый полуволновой вибратор. Как звучит. Ладно смысл не в этом. Ну диполь герца еще как-то. Такой же принцип как с антеннами в пульте. То есть как они должны стоять. Это вот так вот под 90 градусов. Признаюсь падение с этим прекрасным приемником. И прогулки по полю изрядно подзадолбали. Что побудило меня проверять возврат по GPS сразу. Поэтому наши два финальных теста будут начинаться с проверки функции возврата. Итак. У нас сейчас длинные антенны и я. При исполненной желании увидеть километровую дальность связи. В первом тесте мы летели в сторону кольца. Кругового движения дороги. Результат был с короткими антеннами 250 метров. Уровень RSSI 44%. Сейчас как мы видим уже покруче. 300 метров. Вот. Мне аж прямо интересно. 350. Ого. Ага. На 372. Но это уже лучше чем 250. Ладно. Ставим перемотку. Перехватываем управление. Едем дальше. Туда куда мы летим я все время падаю. Поэтому попробуем развернуться на 200 метров. Если все круто, то летим дальше. Все оказалось круто. И продолжаем наш полет. Момент конечно волнительный. Следующая точка была 330 метров. Тут еще кстати ветер сносит. Капец. Все против нашего тестирования. Так. 350. 400. Попробуем чуть-чуть развернуться. Ага. Есть. Ну. Радует, что сработал возврат. Ну. Ну. Лучше, ну. с длинными антеннами. Но. Не фонтан. Кстати. Вот что еще интересно. Вратите внимание на пройденное расстояние. И время в полете. Размер. Что мы делаем. Мы берем пульт. Который не модифицированный. Вот здесь он терял где-то на 400 сантиметров. был RX Lost. Это могло быть из-за вот этой вот модификации. Мы сейчас посмотрим на не модифицированном. И тогда будет четко ясно, что вот это вот за FLE 14. Так, кнопочка мигает. Жмем здесь прибендели. А вот еще совет. Не делайте какие вот эти винтики над землей. Удача повернулась ко мне не тем местом, которым бы мне хотелось. Вторая заряженная батарейка оказалась убитой каким-то из падений. А та, на которой я летал, села. Ну, казалось бы, пара пустяков. Просто надо ее зарядить. Друзья, какая фигня. Одну из батареек я разрядил, вторую не зарядил. И от зарядки забыл переходник у меня. Так вот, смотрите и учитесь, как делать нельзя. Дело в том, что мы сейчас возьмем на стяжках и вот эту штуку сюда, где она? Вот она. Вот таким раком закрепим вот этими концами вставим в разъем. И так будем заряжать аккумулятором. Ну, другого варианта просто нету. Сел аккумулятором. Зарядник дома. Не зарядник, а переходник. Два шестигранных ключика прихреначил. Но так делать нельзя. Зарядив до вменяемого уровня аккумулятора, можно лететь. Этот тест самый важный, так как он покажет, какой пульт круче. С внешней антенной без бустера. Или обычный стоковый. А еще в каком-то из видео я видел якобы ухудшение в плане дальности сразу после установки переходника для внешней антенны. Мне это показалось странным. Итак, летим к месту, где мы пан или пропал. Упадем или включится возврат. И на какой дистанции это произойдет еще интересно. Так. 400 метров. Опа. Результат неоднозначный. То есть, пульт в стоке примерно такой же, как и пульт с этой антенной. Единственный понт получается от нее. Это чисто к разъему бустер, к бустеру антенна. Вот такая вот тема. К этому моменту я уже закончил работу над этим видео. И собирался заливать на YouTube. Но мне все же не давала покоя одна мысль. А не потестили мне флайскаевский приемник. И я не поленился. И нашел его. Променять один на другой, как выяснилось, вообще легко прямо в поле. Я вырезал кусок с привязкой к пульту. Это говорю тем, кто вообще в принципе досмотрел до этого момента. Здесь я говорю, как закрепил антенны. Что-то там про 90 градусов. Но из-за ветра ничего не было слышно. когда вырезал звук. Меньше болтологии, больше дело. И так, все тот же коптер, та же аппа. Просто другой приемник. Методика тестирования тоже прежняя. Проверка возврата по GPS. Потом летим к кольцу. Которое круговое движение. 300 метров. Терпеливо ждем фейлсейфа. Нету. Не дождался. Не хочет. Ну ладно. Возвращаться придется самому. А уже так привык к автоматике. Летим к исходной точке. И берем курс к кладбищу. Где у фли плюснутого было 400 с чем-то метров. Так, 400. Покрутимся. Будет ли обрыв связи? Похоже, что нет. Даже почти 500. Летим дальше. Если кто-то обратил внимание на крем. То это из-за ветра. Который всячески пытался сорвать мое объективное тестирование приемников. 600. 700. 800. Ну даже больше. Покрутимся. Что же дальше то будет? Ага. Рывок. Вот кстати у нас победитель. И кстати возврат я клацнул сам после рывка. И кстати возврат я клацнул сам после рывка. Если вовремя не нажать самому. Закончится падением. Ну что результатом я доволен. Кстати налетал почти 4,5 километра. Ну вообще говоря ролик про приемник фли 14 плюс. А ща уже самое время делать выводы из всех тестов. Они следующие. С родными антеннами в виде двух огрызков. Дальше 200 метров летать опасно. Перепайка на длинные антенны ситуацию лучше до 300 метров. Приемник очень легкий. Предназначен скорее для микродронов. На данный RSSI нельзя вообще опираться от слова совсем. А если сравнивать с FS RAI-6B. Ну да просто фу-фу. Ну можно поставить его вот на такой. На котором я сейчас летаю. Зубочистка. Туда еще как-то пойдет. Но всем спасибо. Если видео оказалось полезным. Или есть какие-то комментарии. Даже гневные. Пишите. Всем спасибо. Пока.